Продолжаем. И следующий закладчик Александр Попов из VK Cloud расскажет про сам себе вендор про внедрение EVPN в VK Cloud. Он сейчас объяснит, что имеется в виду. И встречаем Александра аплодисментами. Всем привет. Сегодня будем говорить об облаках, о сетях в них и о EVPN. В целом тема такая достаточно хардкорная, но я попробую рассказать популярно простыми словами, чтобы даже те, кто с этим не знаком, поняли. И начнем, пожалуй. Сначала начнем с того, а в каком облаке вообще дело все происходило. Мы VK Cloud, одно из облаков на рынке, соответственно большой спектр там и AS услуг, по AS услуг, marketplace, куча всего. Наши рекламщики вот очень старались, этот слайд рисовали, но ящик биноклей к нему не приложили. Поэтому если вдруг кто-то нас не знает и не смог ничего тут разглядеть, приходите на наш стенд. Мы обязательно про нас расскажем. Я в VK Cloud достаточно давно, почти с самого начала, вот всю эту историю, которая происходила, про которую я буду рассказывать, я застал целиком. Я начинал там с позиции админа, отдела эксплуатации, потом меня перевели в разработку инфраструктурную. И постепенно я дорос до тех лида команды разработки сети, инфраструктурной сети. Я не сетевой инженер, я сразу говорю, что будет рассказ с позиции команды разработки. Но мы постоянно с ними консультируемся и находимся на стыке. Я со стороны разработки, соответственно, сетевые инженеры, их архитекторы, со стороны НОКа. НОК, для тех, кто не знает, это Network Operation Center, отдел эксплуатации сети. Вообще, на сегодняшний день облака это то, от чего уже никто не может отказаться. Если несколько лет назад еще все думали идти в облака, не идти в облака, то сейчас идут все. Как бы выбора-то особого нету. Все, вот экономическая ситуация такова. Ну, а для тех, кто облака создает, это означает одно. Это означает, что ты постоянно растешь. Если ты не растешь, растут конкуренты и выдавливают тебя с рынка. А, соответственно, растем, это мы увеличиваем свою инфраструктуру. То есть, говоря простыми словами, мы ставим новые сервера, на которых крутятся виртуальные машины клиента и тянем к ним сети. Вот про сети мы и поговорим. Как в целом устроены сети в ВК. Ну, точнее, да, в его проектах. Вот ВК-клауд как один из проектов внутри ВК. Снизу стоят обычные сервера, на которых крутится нагрузка. Сверху набор коммутаторов, который подключен к ядру сети и дальше там выходы в интернет. Не один выход, как здесь нарисован, понятное дело, много. Вот, коммутаторы объединены в топологию, которая называется сеть Клоза. Да, вот у меня здесь двухуровневая нарисована, но там в зависимости от количества подключенных серверов. В общем и целом это достаточно современная такая сеть. Ну, наверное, она достаточно популярна сейчас, у многих такая есть. Но у нас есть одна особенность. И наша особенность заключается в том, что у нас сервера, на которых крутится нагрузка клиента, подключаются не к одному коммутатору, а к двум. Для чего это сделано? Несмотря на то, что многие говорят про клоуд-нейтив подход, и что типа виртуалочка может умирать, ваше приложение должна работать. Но клиенты, которые приезжают в облако, они смотрят на виртуальные сервера точно так же, как на реальные. И, соответственно, если умирает или теряет связанность виртуальный сервер, нам пишут техподдержку, в общем, очень негодуют. А понятное дело, что железо, в том числе коммутаторы, оно выходит из строя. И с этим ничего не поделаешь. Там нужно софт обновлять, еще что-то. И вот чтобы это все не аффектило клиентов, в самом начале создания облака была принята такая схема. Но вообще в начале все было на очень маленьких таких этапах. Скажем так сказать словами известными. У нас была одна стойка с серверами, два коммутатора Cisco Nexus и OpenStack версии Akata. Последний на тот момент это был 2017 год. Не то чтобы все это нужно было для того, чтобы строить отказоустойчивый прот, но если уж ты решил строить облака, то иди в своем увлечении до конца. Единственное, что меня беспокоило, это OpenStack. Поставить OpenStack на такую современную сеть. Но вот те, кто с ним сталкивался, наверное, поймут, о чем я говорю. Там двойное подключение к TOR, L3 на TOR. Вот эти все вещи с OpenStack очень сложно совместимы. Поэтому у нас были проблемы. У нас в начале был облако, один админ, один разработчик. Соответственно, силы ресурсов для того, чтобы совместить ту сеть, которая есть у нас, соответственно, не было, чтобы переделать как-то OpenStack. То есть в чем основная проблема? Основная проблема в том, что у нас подключение к двум разным коммутаторам. Два физических интерфейса можно объединить в так называемый link aggregation. Эта технология, известная, наверное, уже больше 30 лет, она просто позволяет сделать виртуальный интерфейс. Такой общий из двух физических разных. Но для того, чтобы ее включить, должна быть поддержка со стороны оборудования. И с другой стороны должно быть одно оборудование, один коммутатор. А у нас два. Ну, как бы вот такая проблема. То есть вот такая вот у нас ситуация. И мы не можем link aggregation включить. И, соответственно, OpenStack заставить работать с двумя соединениями мы тоже не можем. Мы пошли в отдел NOCA. И NOCA сказал, ну, то есть к сетевым инженерам, Ну, у вас же тут два коммутатора Nexus. Давайте мы на них включим всем известную технологию, которая называется Cisco VPC. Virtual Port Channel. Что делает эта технология, если вот совсем на пальцах? Она позволяет объединить два разных физических коммутатора в один логический. Ну, а раз у нас один коммутатор, то все просто. Мы собираем тот самый link aggregation. Со стороны Linux эта технология почему-то называется bonding, не link aggregation. Но она известна там тоже очень-очень давно с ядра ажной версии 2.0. Ну, и после этого фактически схема с двумя коммутаторами превращается в схему с подключением к одному такому виртуальному коммутатору. И вот эта проблема ушла. И вот надо еще поговорить об одной важной вещи в облаке. Есть сервера, есть фабрика из коммутаторов и есть SDN. SDN – это неотъемлемая часть облака. Что такое вообще SDN? Расшифровывается как Software Defined Network. И если на пальцах, то это набор софта, который обеспечивает, собственно говоря, виртуальную сеть для виртуальных машин. У Амазона это, например, VPC называется. Ну, там много у кого по-разному. В общем и целом, вот эта технология, можно сказать, что обеспечивает, она строит между серверами туннельчики, и именно через эти туннельчики связываются между собой виртуальные машины. Это если вот упрощенно совсем рассказать. То есть виртуальные машины подключаются к SDN, а SDN уже дальше строит туннельчики между серверами, и они ходят через фабрику из коммутаторов. Хочется сделать такое небольшое пояснение. Мы сейчас будем… Я дальше буду много говорить слова L2, L3 или второй и третий уровень. И вот я говорю про второй и третий уровень сетевой модели. То есть всем известная, наверное, сетевая модель OC. Я буду говорить про второй и третий уровень. Я напомню для тех, кто не помнит, что такое второй уровень. Это уровень, где работает протокол Ethernet. Адресация идет по MAC-адресам. Соответственно, есть всегда только один путь движения трафика. Если есть кольцо, то это все, это конец для сети. Там будет широковещательный трафик, бегать бесконечно. Уровень L3 – это уровень, где используется IP-адресация. И там как раз возможно несколько путей к одной точке. Они там могут быть равноценные, неравноценные, но возможно несколько путей. И именно вот поверх IP как раз работает весь интернет. То есть L2 и L3 – это уровни. Но давайте возвращаемся к облаку. И хочется сказать, что почти с самого начала у нас были такие крупные клиенты. А как крупные клиенты заезжают в облако? У них есть уже какая-то своя инфраструктура. Они берут, часть ее выделяют и говорят, а мы вот эту часть запустим на облаке. Но понятное дело, что нельзя просто так взять и отделить часть инфраструктуры. Надо связать то, что мы отделили. То есть надо связать с облако с существующей инфраструктурой. И строить там какие-то VPN через интернет никто не хочет. Крупные клиенты хотят прям бросить непосредственно свой провод. То есть как это происходит. Вот есть у нас наша сетевая фабрика, сервера, SDN работает на них, виртуальные машины. Есть какая-то инфраструктура клиента. Клиент заключает с нами договор, ставит свое оборудование, коммутатор, маршрутизатор, не столь важно, в дата-центр, где находится наша точка присутствия, где протянута наша фабрика. Или это может быть не оборудование клиента, а, например, оно арендовано оборудованием у какого-то из операторов связи. И потом через сетевую фабрику до нас этот трафик доставляется уже до SDN, и там дальше он попадает в виртуальные машины. Исторически так сложилось, что в большинстве случаев наши стыки выполнены на уровне L2, то есть на втором уровне. Да, там дается какой-то VLAN обычно, и мы, соответственно, его уже добавляем на сервера. Вот, примерно в такой ситуации, в такой схеме сети мы развивались, развивались, развивались достаточно долго. Пока в один прекрасный момент, в марте 22-го года, все не увидели вот такие новости, что компания Cisco больше с нами не работает. А что это для нас значит? Понятное дело, что у нас все построено на Cisco и их по приоритарной технологии Cisco VPC. Но те коммутаторы, которые у нас есть, они как работали, так и работают, никуда не делись. Но мы же постоянно растем. А новых коммутаторов для того, чтобы расшириться по такой же схеме, у нас нет. И как эта схема выглядела на тот момент? То есть у нас есть какая-то VPC пара, она подключается к серверу, и дальше там включается link aggregation. И через уже этот шнурок все выводится наружу. Но к этому моменту у нас уже была и команда разработки, которая там и SDN могла попатчить, и еще много всего сделать. И для нас те проблемы, которые в 2017 году, они тогда были непреодолимы, уже были преодолимы. И мы решили, что без VPC, в принципе, мы тоже можем жить. А как? А очень просто. Вот у нас разбираем VPC пару, соответственно, бондинг у нас со стороны Linux тоже разбирается, потому что он не работает с двумя коммутаторами. Дальше мы назначаем так называемые link local адреса, разные на каждый из этих интерфейсов. У нас такие два независимых подключения со своей собственной адресацией. А дальше мы просто в таблицу маршрутизации прописываем два дефолтных маршрута. И ядро Linux само распределит каждое соединение в соответствии с кэшированием роутинга в свой интерфейс. То есть у нас TCP соединения разложатся примерно равномерно между этими интерфейсами. Но понятное дело, что с двумя интерфейсами и с двумя адресами работать неудобно. К тому же они link local, они только между нами и коммутатором. И для того, чтобы все остальные могли к этому серверу как-то удобно обратиться, мы заводим единый IP адрес, вешаем его на даме интерфейс. И дальше этот адрес анонсируем в сторону фабрики через протокол динамической маршрутизации. Вот здесь нарисован BGP, но там есть еще другие варианты. Чаще всего BGP используется. Соответственно, если один из интерфейсов откажет, или один из коммутаторов откажет, то все продолжит работать через второй. А, соответственно, сетевое оборудование очень быстро узнает о проблеме, потому что один из анонсов по BGP погаснет. Но вся схема, про которую мы рассказали, она не подходит к ситуации со стыками. Почему? Потому что схема эта работает через L3, а вот стыки у нас сделаны через L2. И с точки зрения L2 это все один провод. Со стороны сетевой фабрики он замыкается через клиента, а со стороны SDN он замыкается через OpenVSWITCH. И у нас получается кольцо. И с этим кольцом непонятно, что сделать, потому что L2 и L3 живут немножко в разных мирах. И не получится на L2 сделать точно так же, как на L3. У L2 есть свои собственные инструменты, но в лучшем случае эти инструменты позволят нам отключить просто один интерфейс. Вот мы один отключаем и смотрим туда-сюда. Но отключение одного интерфейса – это значит потерять половину пропускной способности, что не очень хочется. Мы после всех этих историй задумались, а как вообще нам трафик-то доставляет Nokia, потому что в схеме клоуза избыточность – это нормальная история. То есть коммутаторы соединены с избыточностью. Есть дополнительные какие-то пути, а Nokia к нам как-то трафик нормально доставляет клиентский по L2. И у них такой проблемы нет. Мы пошли к ним и спросили, а как вы это делаете? Они сказали, а мы делаем это очень просто. У нас там внутри EVPN VXLAN. И как бы все работает. А теперь поднимите руки. Кто знает, что такое EVPN? Есть некоторое количество. А теперь кто знает, что такое просто VPN? В наши непростые времена, наверное, очень такая популярная история. Давайте вот от VPN и пойдем. Что такое VPN? Это какой-то сервер VPN, у которого там со своей стороны есть какая-то сеть, и клиент VPN. Они обычно соединены все через интернет. И, собственно говоря, вот сама технология VPN – это туннель через интернет, через который идет трафик между вот этими сетями. Туннель может быть шифрованный, не шифрованный. Не суть важна. Суть в том, что это туннель. А давайте теперь пойдем немножко дальше и попробуем ее мысленно, так сказать, расширить, эту схему. Вот такая схема, возможно? Ну, наверное, возможно. В принципе, она одна из стандартных. Один VPN-сервер, к нему подключается несколько клиентов. В данном случае два. Все штатно работает. А если я хочу вот такую схему сделать? Ну, если я, наверное, заморочусь, вручную немножко понастраиваю и клиента, и сервера, то, в принципе, я могу заставить трафик ходить вот в этой схеме, если позаморачиваюсь. А как вы думаете, вот такая схема возможна? Что я изменил? Я сделал так, чтобы каждая из точек подключений стала не клиентом и не сервером, а всем вместе. Эндпоинтом. То есть точкой входа в некую такую VPN-сеть. Наверное, мы тут много есть разработчиков, абстрактное мышление развито. Наверное, можно представить, что мы, в принципе, из одной схемы к другой перейдем. А теперь давайте еще дальше пойдем. И вот я не хочу заморачиваться и настроить эту схему сложную вручную. Я хочу, чтобы эти эндпоинты сами между собой обменялись информацией о том, а где кто находится, какая там клиентская сеть, где находится. Пусть они друг другу это расскажут. И у меня все будет просто работать. Я подключился к этой сети и сразу могу всех остальных попинговать. И, собственно говоря, вот эта технология и есть EVPN VXLAN. Почему VXLAN? Потому что трафик заворачивается в VXLAN. Каждая точка подключения к этой сети из туннелей называется VTEP. Virtual Tunnel Endpoint. Обмениваются информацией они между собой через BGP. О том, где кто находится. Ну и на самом деле у него есть, вот у этого EVPN есть несколько важных свойств. Прежде всего, он основан на открытых стандартах. Я здесь привел два основных. Первый рассказывает про то, как в BGP засунуть информацию о том, где какой клиент. А второй рассказывает, как трафик в VXLAN засунуть. Но стандартов на самом деле больше. И там очень много всего этот зверь умеет. Вот. Работает это все поверх любой L3 сети. То есть, прям, можно сказать, поверх интернета будет работать. Но VXLAN трафик, он без шифрования. Надо это понимать. Он как бы просто заворачивает в туннельчики. И самое это главное свойство, что все примерно вендоры этот протокол реализуют одинаково. То есть, можно взять оборудование CISCO, оборудование Juniper, соединить между собой через EVPN, и оно будет работать. Там, конечно, есть у каждого какие-то свои особенности. Но, в общем и целом, оно будет все нормально работать. И я тут много упоминал такие слова, как BGP. Но не знаю, насколько все знают. На всякий случай уточню, что такое BGP. Вообще, вокруг этого протокола очень много такой мистики. Многие говорят, что это протокол, на котором построен интернет, еще что-то. Но если посмотреть на эту технологию с позиции разработчика, то это просто протокол, по которому передают данные. Нам нужно передать какие-то данные. Например, сетевую информацию мы берем, засовываем в этот протокол. Он передает на другую сторону. У него есть некоторые особенности. В частности, мы следим за соединением. И если оно порвалось, то данным перестаем доверять. Но, в общем и целом, это просто один из протоколов передачи данных. Давайте отступление закончили. И вернемся к нашей ситуации. Вот у нас есть EVPN VXLAN. То есть такая сеть. Она растянута как раз по сетевой фабрике. К нам она спускается. Но наличие этой технологии нам никак не помогает. Потому что дальше с коммутаторов у нас идет тот самый L2. И образуется там петля. Потому что идет петля дальше. И после разговора с Ноками нам стало очевидно. Я думаю, большинство уже догадалось, что нужно сделать. Для того, чтобы убрать эту петлю, надо в E-VPN просто притащить на сервера. Но сервера – это обычный Linux сервера. Не сетевое железо, где этот VT реализован вендором. А нам для того, чтобы это работало поверх Linux, нам нужно самим реализовать VT. И программный VT. То есть не железный какой-то, не аппаратный. Вот программный. Звучит достаточно амбициозно. Но не все так страшно. По сути нам нужно сделать две вещи. Нам нужно принять VXLAN и просто рассказать о нужной информации через BGP. И в принципе, поскольку мы давно облако разрабатываем, то мы знакомы с некоторым набором вот таких open-source инструментов. Да, OpenVSWITCH хорошо умеет работать с VXLAN. Он у нас постоянно работал и до этой истории с VXLAN. А GoBGP, такой вот известный open-source BGP сервер, с ним можно отлично договориться через gRPC и поанонсировать все, что нужно через BGP. И по сути наш программный VT представляет из себя соединение три таких компонента. Собственно, саму программу, которая рассказывает нужную информацию, мы не стали заморачиваться, назвали ее просто EPN-коннектор. Она настраивает и OpenVSWITCH, и GoBGP. Ставится вся эта троица на обычные сервера. И со стороны, соответственно, сетевой фабрики она подключается к ноковским VTEP. А с другой стороны, со стороны серверов, она подключается к SDN. SDN-то как раз к нему подключает все виртуалки, и он о них знает самое главное. И он может EPN-коннектору рассказать о том, где какие виртуалки располагаются. Ну и трафик этих виртуалок тоже может доставить. Мы тут не сильно заморачивались и сделали вот этот вот рассказ от SDN к EPN-коннектору простым. Мы сделали такую файловую опишку. SDN просто генерит набор конфигурационных файликов по одному на каждого клиента. А в этом файлике описаны все, собственно, параметры этого клиента. Да, EPN-коннектор их потребляет. То есть сам EPN-коннектор внутри себя работает благодаря такому паттерну, который называется Reconsolation Loop. Сейчас я примерно приведу пример, как это работает. То есть первым шагом мы считываем все конфиги клиентов, которые для нас нагенерили. Вторым шагом мы из этих конфигов подготавливаем актуальные анонсы, которые мы по BGP расскажем. Дальше. Мы эти анонсы синхронизируем с GoBGP. То есть что мы делаем? Мы идем по GRPC в GoBGP и вычитываем оттуда все существующие анонсы, которые у него есть. Потом сравниваем с нашим списком и смотрим, лишние есть в GoBGP. Если есть лишние, которых в нашем списке нет, мы их удаляем. Есть какие-то нехватающие? Нехватающие добавляем. И после этого мы получаем список уже актуальных анонсов. И из этого списка актуальных анонсов мы генерим так называемый Flow. Flow — это правило обработки трафика внутри OpenVSWITCH. Для тех, кто с OpenVSWITCH не знаком, у него можно внутрь помещать такие правила, по которым будет обрабатываться трафик. Ну и следующим шагом мы, собственно говоря, точно так же синхронизируем эти Flow, правила обработки трафика с OpenVSWITCH. А дальше мы снова выходим на первый цикл. И вот так вот в бесконечном цикле мы крутимся. Еще раз повторюсь, что этот принцип архитектуры построения системы называется Reconsolation Loop. Если вы хотите побольше про Reconsolation Loop узнать и вообще про что это такое, мой коллега Георгий будет рассказывать об этом завтра в 11 вот в соседнем зале в Бангалоре. Приходите, послушайте. Но это не про EVPN Connector, а именно про принцип проектирования приложений. Но давайте пойдем чуть-чуть в детали о том, как мы все анонсы в BGP засовываем. На самом деле задача не очень сложная, как оказалось, она такая чисто инженерная. Читаем документацию, видим, что мы должны сгенерить два вида анонсов. Type 2 так называемый, это когда мы рассказываем, где находится MAC клиента, за каким адресом какого сервера. И Type 3, это мы просто рассказываем IP адрес сервера и говорим, что весь широковещательный трафик этой виртуальной сети отправляй вот сюда, в эту точку. И мы, соответственно, все конфиги превращаем в Type 2 и Type 3 анонсы. То есть каждый конфиг превращается в один Type 2 и один Type 3. Ну, поскольку у нас в пределах одного гипервизора, то есть одного вычислительного узла, может быть несколько клиентов, находящихся в одной и той же виртуальной сети, то у них Type 3 анонсы будут одинаковые, вот абсолютно одинаковые. Мы их, соответственно, просто лишние схлопываем, чтобы их не засовывать. Ну, а потом по GRPC отправляем это в GobiGP. И не очень сложная задача, вот прям прочитать одну документацию, прочитать другую документацию, переложить из одного в другое. В отличие от генерации Flow для OpenVSWITCH, вот эта задача была простая. Но чтобы понять, а в чем сложность генерации Flow, надо посмотреть, а как вообще внутри EVPN сети должен ходить трафик. С точки зрения отношений как раз между несколькими VTAP-ами. Вот тут три VTAP-а нарисовано, один локальный для нас, на котором EVPN-коннектор работает, и два удаленных, на которых тоже EVPN-коннектор работает. С Unicast-ным трафиком, то есть трафиком, который идет конкретному клиенту, тут все просто. Поскольку мы знаем все MAC-адреса и где кто находится, мы просто трафик в нужную точку отправляем. Но Unicast-ный трафик – это одна сторона медали. А есть весь остальной трафик, кроме Unicast-ного. Или мы не знаем MAC-адрес назначения, это так называемый Uncknown Unicast. Или это у нас MAC-адрес назначения широковещательный, или мультикастный, еще какой-то адрес. Вот это весь не Unicast-ный трафик. Он уже работает немножко по-другому. Мы его должны отправить всем клиентам. Потому что внутри EVPN-а работает такая технология, которая называется Ingress Replication. Соответственно, мы должны среплицировать, то есть умножить пакетик, который мы отправляем, в столько раз, сколько у нас есть клиентов. Тут, кстати, есть сложность. Я не знаю, если никто с OpenSvitch не работал, то я могу сказать, что он не дает так просто умножить эти пакетики. И сопротивляется, и ставит там палки в колеса. Но в случае, когда мы отправляем с локального, тут все выглядит просто. А вот когда к нам приходит удаленный трафик, то тут уже в этой схеме репликация происходит в двух точках. Сначала удаленный сервер размножит пакетики по всем vtap, а потом уже к нам, когда этот пакетик придет, мы должны его размножить по всем локальным получателям. То есть здесь она жена в двух разных. И нам пришлось написать целый алгоритм для работы в OpenSvitch, чтобы это все привести к одному виду. Алгоритм звучит так. Первым шагом мы смотрим на весь входящий трафик и его маркируем. Маркируем его по двум признакам. Первый признак – это принадлежность к конкретной виртуальной сети, а второй признак – это локальность. К нам он пришел с сети, то есть с какого-то удаленного порта или от нашего собственного локального порта. С Unicast трафиком все просто. Знаем, где MAC-адрес получения, отправляем туда. Либо локально, либо удаленно. Навешиваем просто разные теги на пакетик. А вот с широковещательным трафиком пришлось идти в два захода. Тут мы уже смотрим на то, как мы его размечали. Если он у нас удаленный, то мы его, соответственно, отправим всем своим локальным клиентам. То есть бум – это как раз тот самый не-unicast трафик. Broadcast, Uncknown, Unicast и Multicast. А если этот трафик пришел с нашего локального получателя, то мы его отправим всем локальным получателям, кроме того, с которого пришел, понятное дело, и всем удаленным получателям тоже. Ну, я не буду подробно опускаться в детали того, как это работает внутри OpenSvitch, потому что там дальше начинается такая технодичь, как там регистры всякие, флоу обработки трафика, респондеры, пересылка между таблицами. Куча всего. Кому интересно технодичь, приходите ко мне в кулуарах, поговорим, спустимся до самых низов. В целом работает оно как-то так. Так, давайте резюмируем, что у нас получилось. Ну, поскольку мы большинство своего софта пишем на питоне, да, и OpenStack как бы весь на питоне написан, вот у нас много очень экспертизы в написании на питоне, много там всяких готовых библиотек. Мы, соответственно, эту штуку тоже написали на питоне, потому что пакетики клиента она непосредственно не перекладывает, только управляет теми, кто перекладывает. Соответственно, производительности питона хватило. Ну, а поскольку это питон, то там всего полторы тысячи строк-кода получилось. Вот. Достаточно быстро мы это как-то спрототипировали и запустили. И потащили уже в бой. И стали испытывать именно на вендорных решениях каких-то. Вместе это запустили с Cisco, с Juniper, с Huawei. В принципе, нормально все работало. Не было каких-то особых проблем. Ну, благодаря тому, что EPN открытый стандарт как раз. Потащили это в прод. И все новые клиенты, новые внешние стыки мы уже делаем на EPN. Но стараемся перетаскивать. Единственное, что это сложный немножко бюрократический процесс. Он идет не быстро. Давайте уже резюмируем, что в итоге можно сказать про всю эту историю. Если вы строите какую-то сеть, то старайтесь использовать открытые стандарты. Честно, будет не так больно. И опять же, берите сетевое оборудование разных вендоров. Это сразу отрежет как раз использование всяких паприетарных вещей. А их прям очень хочется использовать. Но это вендор лог. И если вдруг чего-то не хватает, ну, не так страшно написать это своими руками. Конечно, для того, чтобы написать это своими руками, ну, стоит познакомиться хотя бы с инструментами, которые есть в open source. Там это и какие-то Bridge Tools, например, и OpenWay Switch, и там ExoBGP, Bird, FFRR, NBGP и прочие демоны. Их очень много всяких. Потому что использовать такие готовые инструменты, ну, тебе нужно написать просто небольшой кусочек логики. То есть это сделать достаточно быстро. Вот мы за три месяца справились. В принципе, и это не какой-то там rocket science. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Жду ваши вопросы. Ну, и голосуйте за доклад. Так, мне тут доложили то, что тут будет два подарка за лучший вопрос. Один от нас, один от вас. Поэтому ты сейчас будешь слушать вопросы и отвечать на них. Записываю себе в голове эту информацию о том, какой вопрос тебе понравился больше. Точнее, два вопроса. И постарайся, чтобы это не было два последних вопроса, потому что это будет выглядеть подозрительно. Скажите, пожалуйста, для чего использовался VXLAN в вашей схеме? Была ли у вас потребность обеспечить L2-связанность для ваших клиентов, которые могли быть подключены к разным точкам? Когда вы показали целевую схему EVPN, кажется, что, на первый взгляд кажется, что VXLAN там избыточен. И эту схему можно реализовать при помощи любого туннельного протокола и VPN, и любого протокола динамической маршрутизации того же SPF. Ну, смотрите, нужна не протокол точка-точка, а протокол точка-многоточка. Потому что L2-сеть, она точка-многоточка. И, соответственно, из таких протоколов, которые поддерживают нормально точку-многоточку, ну, самый популярный это VXLAN. Вот если прям вот глубже копнуть в эти оверлейные сети, то, наверное, кроме VXLAN, там есть еще MPLS и VPN и прочее, но это все больше сетевое оборудование такое. Ну, MPLS это не совсем VPN, а в данном случае L2TP, например, мог реализовать, кажется. Точка-многоточка нужна. Когда не точка-точка-туннель, а туннель один, одна точка связывает с многими точками, понимаете? С ROD-варьером. L2TP плюс ROD-варьером. Ну, вот с этим не работали. То есть у нас просто VXLAN, и до этого использовался постоянно внутри облака между виртуалками, собственно говоря, оно в VXLAN не используется. EVPN, опять же, это стандарт вместе с VXLAN, мы просто не меняли эту вещь. Понятно, спасибо. Дмитрий, Убитех. Очень интересный кейс, но такой вопрос. Насколько мне известно, любой цодовский коммутатор, который применим в цоде, он вполне умеет популярную технологию мультишасси-лак, млак, которую циской назвала VPC. Почему, собственно, нельзя было пойти путем эксплуатации имеющегося решения, ну, просто уйдя на другое вендоры, они могли существовать одновременно, так как часть осталась бы на VPC, часть на млак. Вот, хороший вопрос. Я задам вам сразу вопрос такой, не убирайте микрофон. А вы пробовали совместить млак, например, Juniper и, например, Huawei между собой? Потому что нам нужна связанность между этими сегментами. Или VPC с млаком между собой? И VPC в млак в данном случае существует между парой коммутаторов, которым сервак подключается. Не все так просто, к сожалению, оно не в паре, оно дальше там все целиком в один VPC объединено, потому что это связано с тем, как они там дальше выдают. Это немножко ноковская кухня, я заползаю, но суть такая, что ноки все это вместе в единый VPC объединили и строить соседнюю вещь из млаков и соединять их между собой не было возможности на сетевом оборудовании. Мы это в первую очередь рассмотрели. Конечно же, не хотели ничего переделывать. Что, вы шутите? Аргумент нок не согласился принят. Спасибо. Спасибо большое, очень классно, когда мы решаем проблему покинувших часик производителей самостоятельно, это вообще всегда прекрасно. Два вопроса будет. Первый, хос не увидел ничего, quality of service, потому что у вас достаточно высокая нагрузка, как у любого облака, и есть всякие истории, когда некоторые пакеты должны быть ровнее других. И второй вопрос, что делаете с потенциальным флудом маков через BGP, когда просто будет какая-то проблема у клиента, и эти маки начнут ползти в анонсах, и у BGP тоже. Есть ли у вас какие-то рейт-лимиты, как вы это контролируете? Да, значит, смотрите, ответ на первый вопрос. Никакой явной поддержки коса в этом месте нету. В принципе, на самом деле, в текущей ситуации пропускной способности интерфейсов, там 2,25, нам хватает, у клиентов просто банально не хватает процессора, чтобы загрузить 2,25. Вот, поэтому все нормально, и тут кос пока не заморачивались. Второе, значит, история с макфлудингом, мы ее решаем тем, что мы стараемся ставить арп-респондеры на границах вот этой EVPN-сети и не пускать лишний арп, про который мы уже знаем, а отвечать на него сразу с втепов буквально. То есть, вот такая вот схема. И плюс там есть еще поддержка каких-то технологий, ну, эти же стыки, они стыки между нами и оборудованием, да, и у оборудования есть поддержка каких-то технологий на эту тему. Чего-то там такое тоже происходит, но я уже не помню эти детали. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо за доклад, меня зовут Александр, у меня такой вопрос, вы заменили Control Plane, а ОВС вы не планируете заменять? Пока его производительности хватает, ну, и к тому же там все остальные вот сети нестыковые, да, они тоже поверх ОВС и его XLAN-а построены. Просто он строится от SDN к SDN, но там не нужна поддержка открытого стандарта, чтобы его соединять с оборудованием. И не смотрели ли какие-нибудь уже варианты на замену? Нет, ну, пока нам производительности софтового OpenSwich'а хватает, в принципе, мы не рассматриваем тут. Спасибо за доклад, Влад Денцов, Крок Клауд. Ты говорил про проблемы с OpenSwich, с обработкой бомб-трафика, что он плохо множит пакеты. Можешь чуть поподробнее рассказать, что за проблемы? Это первый вопрос. И второй вопрос, чуть-чуть про другое. Вот демон, который делает Recancelation Loop, он управляет флоусами. И еще флоусами на хосте у вас управляет SDN-контроллер. Не было ли у вас каких-то проблем с тем, что два повара на одной кухне? Да, давай я расскажу. Начну со второго вопроса про то, как мы это разруливаем. Каждый флоу, они внутри OpenSwich'а разделяются. То есть там внутри OpenSwich'а есть так называемые виртуальные свитчики, бриджики. Их можно создать много. И в каждом из них будут свои флоу. И мы для работы EVPN-коннектора делаем один бриджик, а SDN создает себе другой бриджик. И поскольку это разные бриджики, то флоу никак не пересекаются. И тут им нечего делить между собой. А теперь про проблемы с OpenSwich'ом. На самом деле здесь проблема такая, она немножко глубже. Проблема называется такая. Сетевое оборудование в целом не любит умножать пакетики. Почему? Потому что это дорого, это не операция о за единицу. В идеале к нам пакетик пришел, мы его просто тут же отправили, как бы там чуть-чуть поменяли. А размножить его, это, соответственно, операция о от n. И нам нужно прямо начинать копировать память. В софтовых сетях это, соответственно, все еще дороже. Мы начинаем копировать память. И вот у нас, соответственно, OpenSwich работает в таком самом простом варианте на операционной системе. То есть пакетики у нас перекладывает ядерный модуль OpenSwich'а. И вот оказалось, прямо при тестировании, что этот ядерный модуль не умеет множить пакетики больше, чем на тысячу. Вот тысяча клиентов все, как бы он дальше не множит. Дальше он это передает в юзерспейс, уже демону OVS, OVS в SwitchD. И этот демон тоже имеет ограничения. Он медленно-медленно, поскольку у нас там связь между ядром и юзерспейсом, множит эти пакетики до 4 тысяч, а все остальное он бросает на пол. Вот ты ему там сказал, у меня 10 тысяч клиентов, которым надо умножить этот пакетик. Он размножит первым четырем, остальные забудут. И чтобы решить эти проблемы, пришлось вводить прямо ограничения на размер вот этого L2-сегмента, на количество клиентов, которые могут быть в пределах вот этой EVPN-сети. Как раз чтобы не упираться ни в ядерное ограничение, ни в юзерспейсное. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Вопрос такой. Сравнивали ли вы оверхед на потребление ресурсов при использовании капсуляции VXLAN? Ну, сравнивали с чем? С вариантом без VXLAN. А у нас нет вариантов без VXLAN. Вот это основная история, понимаете? Смотрите, через VPC трафик ходит тоже в VXLAN, потому что как раз SDN между собой, между серверами, пересылает пакетики, тоже завернутые в туннельчик. И этот туннельчик как раз такой же VXLAN. Просто VXLAN можно строить по своим каким-то правилам, а можно по описанным открытым стандартам. И вот по умолчанию OpenStack, точнее его SDN Neutron, он строит по каким-то своим собственным правилам, и к этому VXLAN нельзя подключить сетевое оборудование. А мы сделали демоночек, который строит их по правилам открытых стандартных. Но это тот же самый VXLAN. У нас как был VXLAN между виртуалками, он так и остался. Нам не с чем сравнивать производительность и оверхед. Спасибо. Я уточню предыдущий вопрос, тогда некое непонимание появилось. В варианте с VPC вы на хост приземляли все равно VXLAN для услуги внешней стыки. Это ходили не VLANы. Нет, на VLANы мы приземляли. Получается вопрос, производительность VXLAN против VLAN. Использовать левоаппаратную разгрузку, я так понимаю, про это был вопрос. Конечно, TCO, TCO и прочее мы используем во всех ключах, но между VLAN и VXLAN мы, наверное, не мерили, потому что количество трафика через VXLAN просто намного кратно больше через VLAN. То есть мы не можем на VLAN схему откатиться. Спасибо за доклад. Хотел бы поинтересоваться опенсорсной частью этой истории. То есть вы говорили, что это все тестировали на версии 2017 года OpenStack Аката. А сейчас у вас какая версия OpenStack, если это не секрет, и какая версия Neutron с этим связана? Это первый вопрос из двух. Значит, давайте скажу так. Мы не то что тестировали, мы запускались на OpenStack версии Аката, но потом в процессе жизни мы на самом деле, я не стал в тему с SDN удаляться, потому что она прям огромная, и доклад бы не влез, но на самом деле мы OpenStack с тех пор много попатчили, и у нас уже не Аката, а что-то свое. Какие-то патчи из AppStream, какие-то мы баги встретили, сами починили, потому что в AppStream до них не добрались или отказались чинить, например. Там куча историй, и у нас, можно уже сказать, свой собственный форк OpenStack есть, но если говорить вообще об SDN, то мы написали свой собственный SDN, которым сейчас Neutron заменяем. Я об этом, можно, в 2019 году рассказывал. Мы постепенно идем в замену на свой собственный SDN. Ну и в OpenSource он планирует появиться? Да, смотрите, значит, кроме SDN, который есть целиком, есть еще такая вот вещь, про которую я как раз рассказывал, про одного димоночка, который называется EVPN Connector. Его нужно с SDN соединять, но вот сам EVPN Connector мы начали OpenSource в августе, чтобы к докладам успеть, но не успели, к сожалению. Большой бюрократический процесс, сейчас оно висит где-то на юристах, и мы его доведем до OpenSource, ну а расскажем либо в следующий раз, либо на хабре выложим статью и, соответственно, все это покажем. Вот сам EVPN Connector, наш собственный SDN, ну пока нету как бы никаких планов его за OpenSource. Ясно, и я так понимаю, второй вопрос, я уже не успеваю, да? А он короткий? И главное, ответ на него короткий? Холиварный скорее. Давайте в, если холиварный, давайте в колуары тогда. Да, сейчас. Ну прям только очень короткий. Да, очень короткий. У вас вот этот димоночек, который доносит изменения конфигов, он их доносит целиком или, ну как бы я как понял, он доносит, сразу собирает целиком? То есть инкрементально он не доносит? Там получается, что он делает это инкрементально, но с его позиции он как бы синхронизирует целиком. Первый шаг от последующих шагов не отличается. Ну то есть на оборудование, на сервера, там в УВС он приносит это все целиком? Он, да, дополнительную нагрузку на процессор, если вы про это говорите. Да, приносит дополнительную нагрузку на процессор, но этот кейс вот как раз Георгий рассмотрит, приходите завтра на доклад. Мы поговорим про reconciliation loop и почему он такой. Тебе надо сценарий для сериалов писать. Ты такие классные клиффхенгеры делаешь, то что вот не успели за open source, и в следующий раз расскажу, когда за open source. Приходите вот на доклад другому человеку. Мы стараемся. Ты молодец. Да, да, да. Типа вот скоро, вот, типа, затраву вашу кинул, и в следующий раз расскажу на другом докладе. Окей, так, мы закончили? Смотри, два вопроса надо выбрать лучших. Постараюсь, чтобы были не последние. Про MLAC и про проблемы в УВС. Вот Андрей, который MLAC. Я, к сожалению, забыл имя. Вот сидит, да. MLAC, да, хорошо. И вот про искрока, да, про проблемы в УВС. Хорошо, так. Ага, вижу пакет для тебя. Сейчас подожди, я быстро вернусь. Спасибо тебе большое за твои эти клиффхенгеры, то, что народ придет еще теперь в следующий раз на следующий конфу, чтобы послушать все-таки про то, как мы с вами слушали. Спасибо за доклад. Спасибо вам. И сейчас мы уходим на перерыв, а вы можете...